всем привет друзья я константин в этом видео уроке будем говорить с вами о стек view и писать код который будет работать только на ios 9 и выше поэтому если у кого xcode ниже 7 версии можете просто посмотреть какую фишку добавила apple в новом xcode и ios итак поехали запускаем наш xcode у меня есть на данный момент стоит xcode версии 7.0 бета 4 выбираем create new x-project выбираем single view application предлагаю назвать наш проект как уай стек стек view тест галочки можете все убрать язык swift будем для iphone делать нажимаем создать итак deployment target стоит 90 так перед предлагаю перейти в main storyboard уберем структуру документа и так вот наша нашу контроллер и так значит смотрите я знаю что некоторым разработчикам трудно использовать автолаяют для проектирования сложных интерфейсов поэтому apple вела такую фичу как стек view чтобы помочь делать работу разработчиков намного проще сейчас я вам покажу что это за элемент посмотрите вот есть вертикал стак view есть горизонтал стак view вот стак view этот обеспечивает удобный интерфейс для того чтобы размещать коллекцию представлений в любом столбце вот или строке вот для представлений внедренных в стак view нам больше нет как бы необходимости определять констрейнты стак view управляет как бы вам сказать слоями представлений ну сабьюсами и автоматически применяет констрейнты за нас ну вот это означает что сабьюс готовы адаптироваться к различным как бы размерам экрана кроме того вы можете строить один стак view в другой стак view чтобы создать более сложные интерфейсы все это конечно не дает нам права откинуть полностью автолаяют так как нам все еще нужно определить констрейнты для нашего стак view он нам просто экономит время при разработке каждого элемента интерфейса не создавая трудности в xcode 7 ну xcode 7 он предоставляет нам два способа использования стак view первый способ это использовать object library вот откуда мы можем просто вытащить любой нужный нам точнее стак view либо вертикальный либо горизонтальный вот либо второй способ использовать автолаяут бар это вот эту вот штуку штуку например есть у нас кнопочка и есть например у нас лейбла ну просто покажу вот и выбираем их обычным выделением и нажимаем вот на эту кнопку вот стэк он автоматом видите их добавил на уай стак view вот вот это вот и есть два способа добавления элементов на стак view либо сначала вынести стэк а потом уже выбрать элемент например батон и причем он отрицается уай стакю отрицается по размеру у этого элемента вот а если мы бы определили констрейнта то наш элемент бы отрицатель ся под под стэк view но я вам попозже покажу вот либо как я говорил можно вот давайте открою структуру документа вот и вот видите вот у нас стэк view в нем находится батон либо либо можно вот как я говорил стэк view вот этот сам добавить один стэк view в другой то есть отпустил все у нас получается есть стэк view стэк view горизонтальный вот давайте например вертикальным его сделал вот это будет у нас главный стэк view у нас вертикальный а этот стэк view горизонтальный то есть принцип понятно предлагаю вам перейти в документацию apple если вы ее откроете вот найдете такую штуку как уай стэк view вот здесь тут в принципе все написано вот перед нами предстает данная картинка как мы видим на этой картинке расположены четыре каких-то представления и нарисовано несколько опций первая опция это у нас alignment выравнивание вот эта опция выравнивание она в принципе контролирует как будут выровнены наши представления в этом большом стэк view ну например вот у нас тут пускай будут например кнопки и кнопки эти выравниваются только например по центру так как у аллаева у алайнмента есть на есть такое свойство как центр например я хочу выровнять их по центру вот выравниваться например только по центру вот я могу сказать что вот этот спейсинг который вот здесь находится будет уникален для всех этих этих кнопок вот то то есть расстояние между кнопками будет одинаково то есть как бы используется такое шаблонное выравнивание следующая опция это у нас distribution distribution распределение по моему там переводится вот эта опция она определяет как бы размер и позицию располагаемых представлений ну и в общем если вкратце то и line влияет у нас на оси x y вот а distribution влияет на вид элемента и хейт элемента ну еще если тут посмотреть можете почитать если перейти в x-код то у нас у давайте вытащим vertical stack view вот у нас у этого stack view также есть еще опция как axis ось здесь мы просто можем ей задавать либо она будет наш такую горизонтально либо вертикально то есть элементы как будут не располагаться либо горизонтально либо вертикально вот у алайн это есть сколько тут четыре свойства то есть выравнивание вот если вертикал взять то у него четыре свойства фил это то есть полностью заполнить элементы так ну давайте вот смотрите на примере покажу сразу предлагаю сделать constraint и пусть будут давайте знаете как просто добавим чтобы не мучиться вот например смотрите добавлю две кнопки bottom и еще одна bottom вот видите вот тут появилась такая синяя внизу линия но не линия отрезок как бы на концах и этого отрезка кружочки это означает что мы используем стек view вертикальный отпускаем видите вот он расположился как так значит смотрите выбираем наш стек view вот и line fill то есть полностью заполненный leading это у нас будет выравнивание по левому краю центр выравниванию по центру и трейлинг выравнивание по правому краю то есть понятно вот это свойство сделаем film distribution то есть распределение элементов по стек view то есть полностью вот он занимает в область потом fill и кули то есть заполняет их как бы его смотрите вот ну как бы выровнял их то есть они равны между собой равнозначно так также есть fill пропорционал заполнять пропорционально вот от элементов equal spacing то есть по пробелам вот ну equal centering так как вы центр как видите вот как она работает и итак подведем итоги всего вышесказанного значит смотрите чем хорош таки во первых он быстро в реализации то есть автолая нужен только для для стек view то есть смотрите вот видите я вот применил сейчас автолая только чисто на стек view все вот а внутри уже ничего не делал также у него есть классное свойство как спейсинг вот это вот спейсинг то есть смотрите я например хочу расстояние сделать 10 между элементами предлагаю сделать так и давайте кнопочку выберу окрашу его эту кнопку так ну так сделаем light gray и вот эту выберу кнопку сделаю ей дар грей так это по моему одну и ту же убрал так секундочку вот ну ладно не будем окрашивать вот видите вот вот такой вот небольшое расстояние между батон и батон вот это вот и есть спейсинг давайте знаете как сделаем так перейдем повыше здесь вертикал сделаем филы вот так и сейчас эту кнопку окрашу красно то есть видите вот спейсинг это вот и есть спейсинг вот это вот классного свойства вот которая делает один общий отступ для всех элементов если добавлю 3 то этот отступ автоматом и для вот этого сработает причем видите он выравнивается мы ему задали свойства заполняться пропорционально ну как бы филы квалити в общем понятно суть также статью статью очень легко добавлять и удалять элементы вот что я сейчас сделал то есть спокойно добавил элемент куда я хочу и они спокойно добавились распределились статью как им надо удалять просто вы выбираете элементы удаляется вот так же staccew очень ну как я уже говорил да легко добавлять элементы вот что самое кстати классное там например если манапры скрыли какой-нибудь элемент то не надо теперь думать о том как размещать constraint и то есть вот все преимущества нашего вот этого вот стек view и так предлагаю теперь на практике рассмотреть данный элемент убираем то что мы делали ранее предлагаю начать вертикал стек view вынесем его на наш view контроллер растянем его по ширине view контроллера где-то вот так вот то есть сколько там 560 по ширине view контроллеру предлагаю добавить navigation контроллер для красоты здесь мы пишем уай стек view отлично так и немножко приподнимем где-то пускай 80 будет и теперь назначим constraint ему так немножко приспущу так то в авто layout bar заходим pin button выделяем связь ставим будет устанавливаем связь этого элемента слева сверху справа constrain to margins убираем add и добавляем 3 constrain кто немножко не в курсе посмотрите мой видео урок по авто layout и size классу и так добавили он ругается что он не знает как бы высоту свою поэтому сделаем высоту нажимаем на элементе ведем на нашу супер view отпускаем делаем equal heights высота равная супер view так выделяем наш вот этот constraint и предлагаю сделать здесь пускай он будет занимать всего 50 процентов от супер view нашего так вот то есть вот видите пунктирными линиями вот он тут расположился поэтому заходим сюда и просто делаем update frames либо комбинации вот этой все вот он расположился как я и хотел и так сюда мы добавим например три кнопочки предлагаю три кнопки добавить первая кнопка отрезалась под размер под размер нашего стакую добавляем вторую кнопку вот видите снизу появился отрезочек отправляем и давайте еще третью дадим кнопку сразу отлично теперь открываем структуру документа так выбираем наш стакую заходим его свойства и line в рай выравнивание пусть будет по всей области distribution выбираем филла quality предлагаю еще дать цвет background этим кнопкам будет это у нас light great так это у нас будет и за dark grey а эта кнопка будет у нас будет black color отлично снова выбираем стакую и что сейчас предлагаю сделать а еще давайте им спейсинг сделаем десятку поставим пусть у них расстояние между элементами вот спейсинг вот этот будет 10 отлично эту кнопку предлагаю назвать add button то есть смысл этой кнопки будет мы будем нажимать и у нас будут добавляться кнопки в этот в наш вертикал стакую отлично предлагаю сделать еще две кнопочки расположить одну здесь где-нибудь так а вторую суда поставим так и предлагаю их назвать первую это имидж она будет нам добавлять картинку нашу вот а это будет кнопка remove имидж она будет удалять эта кнопка картинку нашу далее куда будем добавлять картинки предлагаю картинки добавлять в наш горизонтал стек view горизонтальный поэтому выносим горизонтальный наш стек view располагаем как его там надо как вам хочется опять же заходим в авто лаяут барпи нажимаем pin button располагаем сделаем связи слева справа снизу констрейту маржинс убираем добавляем три этих связи и так он опять ругается на свою высоту выбираем наш стек view ведем его также секунду на самого себя и выбираем хейт отлично вот видите все все сообщения пропали выбираем нашу вновь созданную связь хейт здесь у нее константа предлагаю 110 поставить небольшая такая была без разницы так теперь с этими кнопками надо решить вопрос выделяем две наши кнопочки так я уже забыл шифтом выделяем и помещаем их в свой стек view то есть выбираем в авто лаяут баре стек отлично вот он его поместил в свой стек view он горизонтальный так выравнивание пусть будет по центру distribution расположение fill equality то есть они будут равны так spacing между ними 5 ставим отлично теперь цвет кнопочкам предлагают дать ну background background но я не знаю давайте этот будет добавлять добавлять у нас будет значит у такого цвета да не лучший цвет давайте зеленый текст ему дадим цвет текста ему черный так а у этой кнопки remove image цвет текста будет тоже черный так это у нас dark давайте black так и background поставим красный типа удалять будет это будет кнопка добавлять удалять между ними spacing 5 стоит вот выравнивание по центру как в excel помните текст выравнивали и так теперь необходимо этому стек view дать свой этот самый придать авто лаяут поэтому выбираем несем сюда выбираем здесь центр horizontal in container пусть будут по центру и привяжем его вот к этому стек view вот к этому стек делаем вертикал спейсинг отлично все вот мы создали наш интерфейс который мы будем с которым мы будем работать итак предлагаю назначить связи для наших элементов переходим так переходим в асистом так и гитар так какие нам в принципе связи понадобятся так ну будем модифицировать наш вертикальный стык view и будем модифицировать наш горизонтальный стык view поэтому так сейчас это все уберу так стык view значит выбираем стык view наш этот вертикальный ведем сюда он назовем его вертикал стык view пусть будет так вот так дальше поехали сейчас расширю тут теперь сделаем возьмем стык view горизонтальный так и назовем его horizontal horizontal стык view отлично вот в принципе с этими стык view будем работать так теперь нам необходимо так мы будем на вертикальную стык view добавлять кнопку поэтому нам надо action кнопки сделать так это мы уберем так action кнопочки выбираем add button несём сюда делаем action назовем add new button action это у нас вай ботон соединяем так далее что нам понадобится еще еще надо нам два действия вот этих двух кнопок это имидж берем переносим сюда пишем это имидж батон экшен это у нас будет экшен уай ботон так и кнопочку remove создадим выбираем action здесь у нас будет уай ботон здесь пишем remove имидж батон экшен соединяем отлично выходим из ассистом эдитера структура документа можно закрыть итак поехали переходим во view контроллер ну что предлагаю сначала предлагаю добавлять какую-нибудь кнопку на наш вертикальный стек поэтому предлагаю сделать ее лет пишем батон вот батон уай ботон так здесь выбираем type type у нас будет так систем отлично далее придадим дадим ей некоторые свойства так батон установим ей settitle так settitle вот этот выбираем назовем ее это будет у нас просто new такой control стоит у нас будет normal пишем button теперь цвет settitle color предлагаю установить так пишем white color возьмем белый так фостейт так тоже пусть будет нормал пишем еще теперь еще и поставим background color ground color background color я не знаю пусть будет уай color magenta color типа розовый что ли так здесь мы еще подумаем что сделать так пишем дальше батон я просто хочу рандомный цвет кидать поэтому вернемся еще так батон так батон сделаем титул и был так где у нас тут есть это лейбл это обшину фонд так фонд предлагаю сделать ему фон у ай фонд пишем так так туда систем пускай будет системный дадим ему размер фона 40 так сейчас секундочку там по моему сайз вот тут этот выберем сделаем ему 40 и вейт 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 у нас будет пусть будет у ай фонд вейт light вот такой тоненький толщина этого шрифта тонкая будет так предлагаю сначала ее скрыть когда она будет появляться она у нас будет скрытая мы я сделаю анимацию где ее будем открывать так ну и так и предлагаю теперь ее добавить наш на наш этот вертикальный стек view у него есть такое свойство insert метод insert sub views вот insert sub views view это индекс то есть по индексу view это наш вот это батон поставим по индексу 1 потому что по индексу 0 в стек view у нас стоит наша сама эта кнопка add button вот и после нее уже будем ставить вот эту кнопку теперь необходимо сделать анимацию чтобы она появилась такую простенькую сделаем они мэй шин из дури шин предлагаю сделать ей анимацию 05 так здесь мы сделаем батон . хайден ну и откроем и фолз ну такая будет анимашка небольшая так предлагаю все-таки не один цвет использовать и создадим рандомный цвет вот хочу чтобы красиво было все поэтому нам необходима функция которая будет нам предлагать какие-нибудь цвета так сейчас сделаем что такое ну давайте здесь напишем фанк назовем пусть будет colors array массив этих цветов так ой не функция лет колору сначала создадим эти цвета так поехали пишем лай колор так ну что тут вот этот предлагаю вот этот предлагаю взять давайте тут чего-нибудь напилим так 20 делить на 255 0 так 18 ну давайте не 18 18 на 255 0 так blue ну пусть будет 181 на 255 266 255 0 так альфа у нас пусть будет вот так вот так и тут надо поставить запятую предлагаю скопировать несколько цветов добавим так здесь например какое значение будет двойки здесь например 171 здесь пусть будет я не знаю 66 там наверное так поехали дальше здесь пусть будет 223 здесь 86 пусть будет так здесь пусть будет 56 так здесь значит значение значение какой установим пусть будет 105 например так здесь у нас какой ну 94 пусть будет ну а сюда я не знаю там 133 ну и хватит наверно так массив есть предлагаю теперь сделать функцию которая функция у нас будет называться random предлагаю назвать ее random color так она не ничего не принимает возвращать будет нам лайкала так поехали значит что нам надо нам надо наш массив этот рейкаунт сколько в массиве элементов подсчитать надо поэтому пишем так ларс колор сырый каунт дальше поехали нам понадобится теперь случайно сгенерированное число назовем ее number random как там нам бы random number так это у нас будет арк воспользуемся вот этой так это у нас wind должен входить сюда wind 32 так берем рейкаунт так это тогда делаем так вот сделаем так чтобы он ошибок не выдавал так поехали дальше что нам еще так этот random number получили ну и теперь нам надо сам этот номер который будет в массиве находить и выдавать нам нужный элемент так поэтому пишем приравняем его к нту пусть так потому что он у нас будет возвращать так и сюда передаем нам random что там random number return color пишем вот по индексу number ну такая небольшая функция и сюда запихиваем наш random color ну вот и все ну что предлагаю запустить посмотреть как это все будет выглядеть запускаем выбираем iphone 6 на 6 айфоне так ребят запустилось приложение нажимаем add button и у нас ничего не работает остановим посмотрим создали кнопку добавляем ее на наш insert subview тут неправильно извините надо выбирать не insert subview а insert arrange то есть вставить arrange располагать так нашу button и по индекс 1 по идее должно сейчас все работать запустим посмотрим итак запустилось приложение значит смотрите вот видите стек стек вот этот вертик вертикал стек у нас занимает 50 процентов от супервью вот как я constrain то ему там задал вот такие так ну проверим add button добавилась кнопка добавилась только шрифт у нее здоровый но ничего страшного отлично теперь предлагаю при нажатии на наши кнопки вот эти их удалять поэтому напишем такую наверное функцию так куда вставим так наверно сюда ее сделаем так как бы написать то это давайте знаете что перейдем в main storyboard нам уже надо на все кнопки нажимать чтобы они удалились поэтому откроем assistant editor структуру документа закроем так предлагаю значит по нажатию этой кнопки и убирать пусть будет это у нас action так like button назовем button ну давайте назовем да ее delete нет не delete а hide button воз touch как то вот так назовем так теперь вот эту кнопку мы сюда пихаем так ну и все больше кнопок в принципе нету выходим из assistant editor переходим во view controller так и здесь значит смотрите пишем так анимацию дадим animate пишем так animate пишем with duration так где он тут вот он animate with duration ну анимацию сделаем так же полсекунды и саму анимацию так пусть будет сендер не знаете как что сделаем не этот блок а наверное второй блок воспользуемся вот этим да вторым блоком то есть смотрите анимация будет полсекунды что я хочу сделать вот то есть сендер сендера есть альфа вот вот санимируем чтобы альфа упала на ноль а после анимации когда анимация закончится у нас выполнится completion блок вот так ну чтобы сюда написать пусть будет не знаю там completed completed был так и когда анимация выполнится мы просто уберем нашу кнопку с экрана вот но это мы с двумя кнопками сделали у нас же есть еще вот это вот которая добавляет нашу кнопку add new button поэтому надо нам еще эту кнопку убрать которую мы создали поэтому пишем button у нее есть там такая штука как add add target target цель она сама так action так это у нас значит смотрите селектор селектор у нас пусть будет селектор мы сделаем ей вот этот вот high button was touch скопируем так как у нее есть параметры ставим две иточи так и когда он будет у нас срабатывать при так пусть будет срабатывать при touch что у нас там а вот touch up inside вот то есть нажали все он у нас работал поэтому предлагаю проверить запускаем и смотрим итак снова запустилась наше приложение нажимаем add button появляются так проверим вот эти нажимаем button вот она исчезла альфа стала 0 потом полностью скрылась это выровнялась ну и здесь оп и оп то есть понятно да все у нас кнопочки работают остановим наше приложение то есть вот видите элементы сами легко добавляются и удаляются то есть не надо задумываться о constraint именно итак итак ребят предлагаю теперь заняться нашим горизонтальным stack view что какие у меня мысли как бы по этому поводу значит смотрите вот у нас две кнопки это имидж нажимаем на кнопку здесь у нас появилась картинка нажимаем вторую кнопку здесь появилась картинка заполнил и так далее чтобы у нас появлялись картинки а когда будем нажимать remove и мышь эта картинка будет удаляться с нашего stack view итак поехали значит смотрите выбираем stack view нам необходимо ему установить свойства предлагаю поставить горизонтал alignment пусть будут картинки центрироваться так distribution ну вот как кнопки fill quality то есть они будут с каким-то как бы этим спейсингом появляться а спейсинг поставим десятку для них отлично переходим во view controller так находим наш код add image button action так ну что здесь могу сказать пишем значит давайте let ну my image например пусть будет у нас это y image view y image view отлично my image так content mode как будет у нас заполняться как будет наш располагаться контент пусть будет scale так тут наверное давайте я уже не помню какие там контент так контент сейчас помню сейчас помню подзабыл так контент это view content во пишем view content mode так здесь у нас scale помню что scale так scale aspect отлично так поехали дальше теперь надо этот нашу image добавить на горизонтальный стек пишем horizontal стек view будем добавлять самое в конец наших элементов то есть появился элемент не по индексу а просто уже в конуне в конец элемента это вот отвечает метод это range subview и добавляем нашу my my image теперь дадим анимацию чтобы красиво добавлялся так wire view пишем animated так воспользуемся вот этим animation with duration ставим 0.25 анимация так ну анимировать предлагаю сам этот horizontal стек то есть просто делать ему layout вот этот вот if needed вот дальше что у нас так нам надо теперь картинку какую-то надо быть поэтому предлагаю брать картинку с интернета пишем значит dispatch так какой у нас там dispatch async по-моему так вот этот dispatch async так здесь мы берем наш так dispatch так что там get по-моему а вот dispatch нет нам надо наверное global quai взять там у него есть идентификаторы dispatch так сейчас секундочку dispatch как там пишется quai давайте сделаем не конкурент а так это у нас priority background сделаем priority default да и возьмем флаг 0 так и теперь сам блок в этом блоке значит мы что значит пишем нам надо получать картинку поэтому пишем чтобы получить картинку нам необходимо иметь url вот ну пишем string так string сюда будем вгонять наш url адрес поэтому для вас я подготовил вот эти вот url адреса вот в текстовом документе так ну это я просто в яндексе нашел эти картинки поэтому просто копируем наши вот эти url они тоже пусть будут у нас рандумные вот функцию назовем random url так поэтому пишем сюда self будет random url так теперь необходимо эту функцию нам сделать так сюда пишем let url тоже будет у нас такая штука массив сюда мы вставим значит наши адреса так в кавычки заключен все так тут , тут , тут , тут , , так и теперь наверное вот эту же функцию скопируем только будет будет стринг так здесь значит пускай да будет array count так здесь у нас будет random url так здесь array count так здесь будет у нас url url count нет извините так здесь у нас это правильно так ну все здесь будем возвращать url и index отлично так где наша функция там так да здесь будет random url теперь нам необходимо пусть будет let url переменная которая будет брать нашу строку стрин так сюда пишем просто стрин так теперь теперь надо получить есть let data let data так ns data так ns data теперь нам надо получить взять контент этого url вот воспользуемся вот этим методом content of url так здесь что пишем здесь пишем наш url так options option пусть будет наверное data reading uncached так и мы видим у нас сообщение и ошибка так потому что наш этот ns data он у нас вызывает исключение поэтому его надо взять в блок do try пишем значит do так это сюда здесь коч здесь пускай будет наша error какая-нибудь на всякий случай распечатаю потом сделаю нормальную ошибку пусть будет error пишет так do try здесь сюда поставим так это давайте уберем так что у нас тут куда улетела так сюда значит ставим try все так если мы данные получили нам надо ей дать наши переменные пишем значит let сам имидж например какая-нибудь картинка уай имидж и берем инициализатор дата и просто передаем наши данные так теперь нам надо ее отобразить на нашем этом view контроллер для того для этого надо ей вызвать dispatch так dispatch async перейдем обратно в наш глобальный в наш главный поток так это будет dispatch так сейчас dispatch get main quai так и блок и придаем вот этой нашей вот ой как там my image имидж у нее есть там и присваиваем ей сам имидж сам имидж так отлично все это мы задали функцию при нажатии кнопочки add image button предлагаю проверить запускаем наше приложение и смотрим так ребята запустилось наше приложение нажимаем add image так вот он нам выдал тут ошибочку так app transport security has blocked и clear text в общем смысл вот этого сообщения в том что и вот он нам ошибку выдал нашу вот заключается в том что вот этот вот АТС он блокирует вот этот вот протокол шттп вот и как бы призывает работать с шттп с вот защищенным протоколом поэтому я тут остановим приложение вот вот он тут пишет настройте инфоплист ну сконфигурируйте в вашем инфоплист так я на форуме этого apple нашел как можно разрешить работу со всеми шттп так поэтому предлагаю зайти в инфоплист нажать плюсик так и здесь ввести такую команду как nsapp так транспорт security так security так это у нас будет dictionary так раскроем так и в dictionary добавим ключ ns allows так как там rb так arbitrary так loads так loads так ему даем значение yes это boolean так значение yes так только тут с большой буквы транспорт так ну все вроде запустим посмотрим итак ребята запустилась наше приложение нажимаем это имидж смотрим интернет у меня здесь плохо ловит поэтому медленно будет немножко еще раз нажимаем это имидж да надо было свойство все таки не фил использовать а scale fit чтобы он не вылазил вот так вот прям за этот наш уайс так вью ну ладно у меня тут интернет барахлит в общем у себя по нажимаете там в принципе поймете как оно все выглядит я остановлю программу предлагаю перейти во вью контроллер так и здесь свойство одно поменять вы уж меня извините за интернет конечно плохой так так сейчас секундочку где у нас картинку мы тут даем так поэтому здесь меняем скорее всего надо на fit поставить вот так вот теперь будут они хорошо вмещаться в наш этот горизонтал стейк итак ребят теперь предлагаю удалять наши созданные картинки используем вот этот наш созданный метод remove image button action так пишем значит что будем писать ну во первых пишем значит let ну это my image пишем моя картинка так значит значит берем с горизонтала с горизонтального нашего стек view и у него есть метод remove так remove arranged subview вот мы воспользуемся вот этим методом вот и сюда мы вставляем так наверное нет сначала нам надо не не remove а сначала нам надо получить последний элемент поэтому вот этим методом воспользуемся вот последний элемент в этом range так last так это у нас пускай будет uai uai view optional optional да так поехали теперь что надо дело в том что я поставил сюда optional потому что если мы будем удалять картинки и их не останется то нам надо вернуть nil если мы сюда сделаем unwrapped вот тогда он нам выдаст ошибку чтобы такого не было я поставил optional потому что картинки могут закончиться дальше пишем надо проверить пишем guard let так проверить значит нам надо наш вот эту my my image так только надо let наверное image my image вот так вот пишем сюда else возвращаем то есть если у нас уже пошли nil то будем возвращать и сюда напишу например камин nil вот ну и после этого условия теперь можно делать пишем значит self horizontally stack view здесь выбираем remove sub view и сюда вставляем наш вот этот image и так значит мы его со stack view удалили теперь необходимо удалить его из super view поэтому пишем image так пишем значит remove remove from super view и сделаем анимацию удаления пишем why view animated вот наверное вот это да сделаем 0.25 так а в этом блоге пишем self horizontal stack view пишем так и здесь выбираем этот layout if needed отлично так теперь запускаем и смотрим должно все корректно удалиться и так ребят запустилось наше приложение нажимаем add image вот пошли наши картинки чем хорош у i stack view то что видите как я говорил не надо заморачиваться о добавлении этих самых constraints в нем так теперь предлагаю удалить вот мы убрали 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 если я сейчас нажму еще раз то должно должно сработать вот это условие guard let image то есть выдаст нам coming new нажимаем вот он выдал отлично предлагаю установить это приложение так и я не хочу чтобы этот код вообще работал на ios меньше 9 поэтому просто сюда пишу available пишу ios 9 запятая звездочка означает и выше все этот код у нас не запустится вот если мы например перейдем в проект ну вот и выберем deployment target 8.4 и я например попробую если его скомпилить вот то у нас сейчас появится куча ошибок так так вот он скомпилился и написал вайсток вип before ios 9.0 все ну не куча конечно ошибок одна вот то есть не будет работать поэтому поэтому обратно ставлю deployment target 9 5 я вам еще хочу небольшую одну штуку показать так перейдем в main storyboard так значит смотрите где на мое приложение вот у нас это в портретном виде вот если сейчас переверну его то когда мы будем картинку делать вот она у нас посмотрите от имиджа да вот она у нас наложится как бы сверху нашего нашей кнопки если мы вот подобавляем так что интернет опять не работает так вот смотрите добавилось это последняя кнопка вот вот и видите она у нас это находится как бы залезает за наши вот эти две кнопки ну здесь картинка здесь они грузятся у меня интернет плохо работает на работе вот удаляем то есть предлагаю вот именно в этом альбомном виде изменить так чтобы во первых вот эти кнопки не в линию так выстраивались а как то как то вот как бы сказать сдвигались они по горизонтали и картинки не вылезли за эти кнопочки сейчас поймете остановлю приложение значит смотрите открываем наши свойства так берем наш вот этот сначала стек view вертикал стек view так так предлагаю знаете что сделать вот у нас есть здесь any width any height вот вот смотрим значит и не получается вот это вот это у значения вот которая поставила any width compact head это значит все айфоны в ландшафтном виде вот то есть запомнили any width compact height поэтому выбираем вертикал стек view и здесь есть такая штука как axis вот которая нам говорит как как стек view наш будет вертикально или горизонтально поэтому здесь нажимаем плюсик выбираем any width compact вот это мы сейчас выбрали для всех айфонов в ландшафтной ориентации здесь ставим просто horizontal отлично так теперь здесь смотрим выбираем наш стек view вот выбираем вот эту вот constraint связку и здесь смотрим константа на 110 для портретного вида вот нажимаем плюсик выбираем any width compact и вот эту константу для для альбомного вида ставим предлагаю значение 60 поставить вот уменьшили все вот в принципе все изменения предлагаю запустить посмотреть итак запустилось приложение нажимаю add image так сейчас у нас картинка там подгрузится так это я еще раз нажал значит первая здесь вторая здесь еще раз нажму то есть первая тут картинка вторая тут у меня не видно интернет плохой извините конечно вот теперь смотрите поворачиваю в альбомную ариентацию кнопочки у нас стали такими и константа вот это вот у асток view уменьшился по высоте теперь картиночки наши не вылезают за вот эти кнопки вот в общем вот так вот можно использовать у асток view со связкой size classes вот ну в общем вот такие дела ребята вот на этом предлагаю урок закончить вот если понравился подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх вот ну и желаю вам удачи все всем пока я вот это очень так Продолжение следует...